Вот у меня сразу вопрос возник. То, что произошло в 15-м году, я имею ввиду Западную Армению, и то, что Турция всячески препятствует признанию геноцида армян, и столетий вот уже близко. Вы расцениваете именно как геноцид, вот экспертная оценка? Да, я расцениваю, как и геноцид, и она не только экспертная, она человеческая. Понимаете, а что такое избирательное уничтожение сотен тысяч и миллионов людей по этническому и конфессиональному признаку, включая женщин и детей? То, что там не было газовых камер, и там не было у них печей, так это, извините, ну, не было немецкой техники и технологий. Достаточно почитать, что происходило в этот момент. Какое количество, и как варварски, как жестоко, как беспрецедентно жестоко уничтожаловалось невинных и совершенно беспомощных людей? Бессмысленно говорить, а это было потому, что война, а армян они расценивали как предателей в пользу России, а вообще это пятая колонна в тылу, а вот были выступления армянских каких-то офицеров в турецкой армии в пользу там российской армии. Это не есть причина, чтобы вы уничтожали сотни тысяч и миллионы женщин и детей. Почему так турки упираются? Это та история, которая равнодорога и светскому генералитету, и исламистам, включая Реджеп Таипа и Эрдогана. Демократия для того, чтобы придушить армию под лозунгом о том, что, ну, нам же нужно, вот в Европу, это святое. А вот демократия на тему того, чтобы признать свои преступления, да вы что, ребята. Именно поэтому, когда погибли поляки в несчастном самолете, который рухнул под Смоленском, вот как будто Сталин из могилы руку высунул, взял этот самолет и в землю воткнул. Позиция наших руководителей, опять, их можно сто раз ругать, там, обоих в тандеме и всех вокруг. И за что? Была в высшей мере человеческой и достойной. Они никто не прикрывал Катыни, никто не говорил, ну, это мы вот, а зато вот вы наших военнопленных расстреляли, захваченных в Красной Армии по Варшаву и сгноили в ваших у пилсуцкого концлагеря, а мы вас за это. Да нет, у нас, в отличие от Ющенковской Украины, не стоят памятники убийцам. Там стоят бандери, петлюри. У нас не ставят тем, кто расстрелял. Ну, про Шухевича, Романа, это же отдельная тема, он, кстати, и поляков, сотни тысяч уничтожит, 400 тысяч поляков на его. Но, возможно, что, просто последние секунды, что Анкара рано или поздно признает геноцид, или это фантастика? Все возможно в этом мире, например, выйдя на улицу, возможно, что мы встретим с вами динозавра. 50 на 50, или встретим, или нет, вот так и с Анкарой. А давление какое-то может появиться? А давить на Анкару бессмысленно. Бессмысленно.